Итак, структуру базы данных мы создали. Мы создали с вами базу данных для автомобилей и в этой базе данных создали две таблицы. Новые машины и поддержанные машины. Каждая таблица состоит из четырех столбцов, четырех полей. Это у нас модель автомобиля, марка автомобиля, год создания автомобиля и цена автомобиля. Что я год создания не могу сказать по-человечески. Ну, в общем-то, неважно. Сейчас мы будем вносить информацию в эти таблицы, чтобы у нас получилась уже база данных, с которой мы с вами сможем работать. Часть вторая. Это опять же у нас еще не материалы LP, мы просто готовимся к 105.3. Мы учимся с вами вносить данные вручную в таблицы или сразу же импортировать целыми массивами информацию в базы данных. Проще всего вначале внести данные в базу данных из текстового файла. То есть мы сейчас с вами создадим парочку текстовых файлов и оттуда возьмем информацию. Создал я текстовый файл при помощи своего любимого редактора V для новых машин. Я помню то, что у меня есть четыре поля, четыре столбца. Это у меня модель автомобиля. Давайте напишем, например, Kia. Затем символ табуляции, кнопка Tab. Машина. Ну, мою машину первую напишу. Табуляция год. Правда, у меня не такая новая. И цена. Итак, сделаем, скажем, несколько записей. Давайте еще делаем Kia. Rio. 2015 год. Она стоит, ну, наверное, где-то 530 тысяч, правда, с текущим курсом. Я не знаю, правда уже это или нет. Ford. Focus. Напоминает то, что у меня вот эти вот поля, первые два поля ограничены десятью знаками. Поэтому, если будет длинная какая-то модель автомобиля, у нас с вами не поместится. Придется урезать. Ну, вот такой вот я файл создал. Сохраняю его. И давайте, наверное, создадим такой же для новых, для поддержанных машин. Вместе с тем. Точно так же. Ну, давайте, пусть будет уже моя машина тогда. Она у меня 2011 года. Взял я ее за 460 тысяч буквально недавно. Следующий автомобиль. Давайте так раз напишем уже большими буквами. Солярис, например, пусть будет. Тут я маленькими решил пописать. Какой-нибудь Солярис 2012 года. Вот за столько. И ладу давайте, как без нее, родимой. Лада Гранта 2013 года. 1200 она вряд ли стоит 180 поставим. Вот так вот. Я могу, соответственно, заполнять дальше и дальше текстовый файл. Я сейчас сделал всего три записи в каждой таблице. И теперь важный момент. Раньше можно было сразу импортировать все эти данные в SQL. Но сейчас по умолчанию отключена возможность импортирования данных из файла, который находится на локальном компьютере. Для того, чтобы эту возможность включить, нужно выполнить команду mysql local input file. То есть файл для ввода локальный, единичка, разрешить, yes. Ну и можно указать в пользователя, от имени которого можно это сделать. У нас root с вами без пароля. Я только пароль ввожу для команды superuser.do. И сейчас, по идее, все. У меня уже запустилась моя база данных mysql в режиме, в котором можно импортировать данные. Вы видите. Просто я добавил опцию к команде mysql при запуске ее. И теперь, для того, чтобы внести информацию, нам нужно для начала выбрать базу данных. Сейчас, как я и говорил, у нас может быть с вами огромное количество баз данных. Мы с вами возьмем ту баз данных, которую мы создали в прошлый раз. Точку запятую не забываем. Database changed. Отлично. Мы переключились на базу данных с машинами. И теперь мы можем попробовать добавлять информацию в таблицу. Load, data. Напоминаю, большими буквами мы пишем команды SQL. SQL, хотя это и не обязательно, но можно. И так нам будет понятнее синтаксис. То есть загрузить данные из локального input файла. Файл у меня в домашней папке находится. По идее, мы запустили mysql из домашней папки. Он поймет, что я имею в виду файл new.txt. В таблицу. Таблица у меня так и называется new, насколько помню. Получилось, говорит, все в порядке. Три новых записи. Ничего не удалил, ничего не пропустил. Нет никаких предупреждений. За одну сотую секунду он это сделал. И то же самое для поддержанных машин. Used. Used. Все прекрасно, говорит, все получилось. Мы можем посмотреть, как мы это сделали. Для этого у нас есть команда выбора. Вот эту команду уже просят знать в AllPic. Мы сейчас с ней будем хорошо работать в следующем видео. Выбрать. Выбрать все. Все у нас звездочка традиционная вообще в компьютерных технологиях во всех. Выбрать все из. Можно не указывать слово таблица. Из new. Мы и так работаем сейчас с базой данных машин, с базой данных cars. Вот мы это здесь наверху указали. Поэтому понятно, что все, что мы здесь будем спрашивать, будет относиться к таблице. Выбрать все из таблицы new. И он нам показывает то, что да, вот у меня есть моя таблица с новыми машинами. Точно так же для таблицы со старыми машинами. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Да, у меня нет таблицы old. Прошу прощения, я же с вами создавал таблицу used. Вот у меня есть койль и ругнулся. Потому что нет такой базы данных. Видите, он пишет имя базы данных, точка, имя таблицы. Таблица с поддержанными машинами у меня есть. Все прекрасно. Теперь мы можем с вами поговорить о том, как добавлять информацию вручную. Например, давайте будем работать с таблицей новых машин. И напишем, опять же, по-английски просто вставить в таблицы. Можно написать, потому что и так мы работаем с таблицей new. И здесь мы можем указать в скобках, в какие поля мы будем вносить информацию. Потому что наши поля могут быть пустые, мы решили. И давайте мы будем с вами работать с полем бренд, с полем, допустим, модель и с полем год. А цену мы с вами, допустим, не знаем сейчас и указывать не будем. То есть я сейчас взял название полей, которые вот у меня уже здесь есть. Бренд, модель, год. Цену пропускаю, например. Могу в любом порядке указать. Могу только вообще одно поле указать. Цена и не указать ничего остального. Не важно. Пробел, значение. Это уже команда MySQL. И давайте добавим какую-нибудь, в кавычках, так как у нас строковое значение, DEL. Отдадим дань узбекскому автопрому. Во второе поле модель укажем NEXIA. У нас тем более любят эти машины. И год можем указать 2000. Ну пусть будет новое, 15-й год. Закрываю скобку. Точка с запятой. Окей говорит. И давайте то же самое, только допустим, еще какой-нибудь DEL добавим. Matisse. Например, 2014 года. Проверим. Выбрать все из новых машин. И видим то, что у нас добавили две DEL. То есть мы с вами указываем командой INSERT вставку новых записей. Видите, там где у нас что-то не указано, указан 0. Мы могли бы здесь написать INSERT INTO NEW, допустим, бренд и год только. И тогда у нас не было бы еще и модели. Был бы бренд и год. То есть таким образом мы можем вставлять информацию. Если мы с вами захотим удалить информацию, мы используем команду DELETE. Мы можем сказать так. DELETE, удалить. Из, опять же, таблицы NEW. И удалить по какому-то ключу. Например, мы можем удалить все машины 2014 года. Мы можем удалить, допустим, все DELETE. Я предлагаю удалить Matisse. Поэтому я пишу удалить. При условии WHERE, то есть где модель, вот у нас. Где поле модель равно. И тут нужно указать дословно, потому что это у нас символное значение. Вот так он и пишется Matisse. Вот я его указал. Точка с запятой. Проверяю. ОК, говорит. На одну запись это как-то повлияло. Снова выбираем все из NEW. Вижу, то что Matisse мой исчез. Здесь он был. Здесь его нет. Выхожу из XQL. На этом уроке мы с вами научились заполнять базу данных данными. Как раз таки, чтобы это и была база. Мы с вами попробовали внести информацию вручную. Командами insert. Поудалять информацию в каком-то критерии команды delete. А самое важное, мы научились импортировать массивы данных из текстового файла. В следующем уроке будем разбираться с тем, как выбирать, осуществлять выборку информации из базы данных. И на этом self-peak будет у нас по теме 105.3 закончено. Субтитры создавал DimaTorzok